Микс Ньюс. День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио. Полтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Обычно в пятницу мы подводим итоги недели. В политике эта неделя получилась очень горячей. В международной политике, как мы знаем, тем более. Но если мы говорим о ситуации внутри страны, кстати, сейчас в эти часы продолжается чрезвычайно заседание в неочередное состояние правительства, и вообще непонятно, будет введена чрезвычайная ситуация или нет. Филипп Раевский у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Во-первых, вот все-таки на ваш взгляд, нужно ли вводить чрезвычайную ситуацию? Я понимаю, что, наверное, эпидемиологи должны дать какой-то совет, но просто вот как для вас, не знаю, как для гражданина, важно, чтобы была чрезвычайная ситуация и не важно? Чрезвычайная ситуация для меня совершенно не важна. Для меня важно то, чтобы мы кончили говорить, что люди, которые постарше, которые умирают от этой эпидемии, что это для нас не важны люди. Это не важно, что они умирают, и что нормально, что старые люди умирают и так далее, и так далее. Я думаю, это важно, что все-таки мы возвратились к диалогу и дискуссии, что наше общество гуманное, и что все должны жить. И это, я думаю, основа основ всех решений, потому что решать, а вот давайте будем спасать экономику, ну там несколько престарелых умрут от этого, ну и что там страшного? Я думаю, что это самый страшный дискурс этого вопроса, как мы о нем можем говорить. И в общем, что я хотел сказать, что надо себе отдавать отчет, способно ли наше здравоохранение, которое все время держали на жесткой финансовой диете, что-то противопоставить этой волне, второй волне заболеваемости. Выглядит, что мы приближаемся быстрее даже, чем СМИ способны об этом говорить, к верхней линии, верхней черте, где эта заболеваемость может стать трагедией для этой страны, для этого общества и для системы здравоохранения как таковой. И я думаю, это основной аргумент, почему и как надо смотреть, надо ли нам или не надо вот это чрезвычайное положение. Ну да, вот этому заседанию, сегодняшнему предшествовало заседание во вторник, после чего, я так понимаю, отношения в коалиции обострились. Неожиданно, по крайней мере, мы понимаем, что разногласия были все время. Мы не настолько наивны, чтобы думать, что между пяти партиями царит какое-то невероятное единство. Но вот потом сейчас это вырвалось как бы наружу, такой обмен мнениями произошел между господином Каринчем и представителем АТС и Бэйпар. Вот все-таки можно ли сказать, что действительно это какой-то правительственный кризис или это просто разногласия, каких, наверное, уже было много и будет еще много, скажем так? Любые такие обостренные разногласия – это кризис. Но может ли этот кризис превратиться в кризис политический общегосударственный, то есть, что правительство теряет поддержку парламента, и мы приходим в процессу нового, в процессу движения премьер-министра и создания нового правительства? Думаю, что нет. Я думаю, что те партии, которые в коалиции, они очень четко понимают, что они могут потерять, и они очень туманно видят, что они могут от этого получить, от этих изменений. Потому, я думаю, они больше подойдут к принципу лучше удержать то, что есть, чем бороться за то, что вообще не ясно, что можно от этого всего получить. Ну, вот интересно, ведь что, может быть, для многих наблюдателей стало неожиданностью? Ведь господин Калинич до сих пор был таким достаточно уравновешенным, очень спокойным. Мне казалось, что его тяжело вообще вывести из себя, и, может быть, поэтому он может эту коалицию удерживать, потому что он фактически ни с кем не воюет внутри коалиции, пытается закладить какие-то противоречия, ведет себя в высшей степени дипломатично, и вдруг он позволил себе публично, ну, нельзя сказать, что выразить доверие госпожи Винкела, но целый ряд таких вот неприятных для нее реплик бросит. Почему? Действительно, как-то, не знаю, все-таки он уже не мог бы сдержаться, или есть какие-то другие подводные камни, на ваш взгляд? Я допускаю то, что есть эмоционально-человеческие такие аспекты, которые могут оставить неравнодушным даже такого опытного политика, как господин Калинич. Потому что, с одной стороны, мы видели весну, когда были введены достаточно жесткие меры, но что мы за это получили? Мы за это получили нормальное лето, нормальную ситуацию эпидемиологическую. В общем, кроме того, что было, может быть, сложно куда-то выехать в отпуск за границу, в общем, это лето не отличалось ни от одного другого лета, которое мы имели. То есть, все происходило, все было спокойно, и никто ничего не запрещал, и люди жили, как жили, как всегда. То, что мы видим сейчас, это обострение, это обострение может привести к очень жестким последствиям, и эти последствия, они все время на двух ковшах вот этих весов. С одной стороны, это экономический ковш, то есть, мы знаем, что целая часть экономик, то есть, то, что туризм, гостиницы, рестораны, это все серьезно страдает. Это большое количество людей, которые не имеют нормального дохода, это быстрее всего они могут, если это все будет продолжаться, могут попасть в ситуацию банкротов, это потеря недвижимости, неспособность уплаты ипотеки и так далее, и так далее. С другой стороны, мы видим, опять же, эту эпидемиологическую ситуацию, если она уходит в бесконтрольную стадию, то есть, когда начинают сортировать пациентов, но и начинается вот это решение медика этому жить, а этому не жить. Вот до такой ужасной ситуации не хотелось бы вообще дойти. И это ужасная ситуация, она уже частично, я хотел бы сказать, она уже частично наступила, тогда, когда объявили, что хронических больных, которые больны, ну, хроническими какими-то заболеваниями переводят в маленькие больницы вне Риги, чтобы высвободить места для больных ковидом. Это уже начало сортировки. Это уже ясно, что этих людей обрекают на более низкий уровень медицинской помощи. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я даже не хотел бы даже упоминать, какими последствиями. И это второй ковш. И в этой ситуации господин Каринч, я думаю, и понимает, что если будет эта негативная вот эта история, кто будет виноват? Это будет, во-первых, министр здравоохранения, Винтелов виноват, и он. Как в основном он, и я думаю, даже он в основном. С другой стороны, конечно, эти экономические потери, опять же, это опять же будет частично урон, но мы понимаем, экономика, это даже после большого кризиса, который мы пережили в 2009-2008 году, даже после этого, ну, всё-таки легче оправиться, чем после того, если начинают люди умирать просто от болезни. Я думаю, потому он более жесток в своих решениях, чем министры, которые рискуют меньше. Они-то будут в этом худшем случае, в этом худшем сценарии эпидемиологическом, все остальные министры, они будут потирать руки, они будут на фоне этой всей истории, они будут говорить, ну что, мы отвечаем за своё, ну что, мы же не знаем, мы же не министры здравоохранения, это не наш вопрос. Насколько на всю эту ситуацию, на этот конфликт между министром здоровья и премьером влияют такие аспекты эмоциональные, зная, что госпожа Винтелова в своё время со скандалом ушла из единства? Это один аспект. Во-вторых, как мы помним, у премьер-министра жена врач, семейный врач, и поэтому уже ему рассказывать, что такое система здравоохранения, не стоит, если что, жена ему объяснит. Это влияет на общую картину или вряд ли? Я думаю, влияет, потому что в первую очередь он как премьер, который от единства, и люди его команды, которые представляют эту партию, они чётко представляют все эти человеческие качества Винтеллы, потому что они с ней как бы не первый день знакомы, и они с этим считаются. И с другой стороны, я думаю, что врач дома, она достаточно чётко ему способна объяснить, чем чреват вот этот негативный сценарий, когда инфекция совершенно бесконтрольна, и когда нету больше коек в больнице. То, что мы видим совсем недалеко, в Чехии, когда надо говорить, умолять соседей, чтобы взяли больных. Соседские страны, я не говорю о человеческих потерях, там ещё и финансовые, потому что они будут за это всё платить. Бельгия уже тоже транспортирует больных в Германию. Да. Даже Бельгия, богатая страна. Да, и я думаю, что Кариндж не хочет прийти в эту ситуацию, когда он стоит на коленях перед Эстонией, чтобы не взяли наших больных. Чётко, я думаю, что и он представляет, как это может быстро наступить. Насколько быстро. Да. Вот что может быть дальше, если мы говорим вот по ситуации в правительстве? Всё утихнет? Я думаю, что быстрее всего это утихнет, конечно. Конечно. Но какие-то компромиссы будут найдены, может быть, в той части сотрудничества правительства, который мы не видим, который нам не показывает, потому что мы видим только часть политики. Там же есть много разных вопросов, которые обсуждаются. Да. Невидимая часть айсберга, она огромная, особенно в контексте, во-первых, бюджета, который принимается сейчас, во-вторых, в контексте денег, которые будут как бы помощь по возобновлению экономики после ковида, который идёт из Евросоюза. Там есть масса нюансов, где в таком потоке денег можно найти, ну, всякие места для сделок политических. Мне вот непонятно, наверное, не только мне, я думаю, что и многим радиослушателям, непонятно вот два аспекта. Ну, аспект первый. С одной стороны, мы видим, если следовать логике и здравому смыслу, что весной нам всё очень хорошо удавалось, по крайней мере, по сравнению с другими странами. У нас был чёткий план, правительство выглядело, ну, по крайней мере, уверенным в том, что она делает. И действительно, это оказалось эффективным. Да, я понимаю, что впереди было лето, психологически, наверное, было легче, чем впереди зима, это ясно. Но, тем не менее, удавалось. Сказалось бы, логика подсказывает, что раз мы первый раз уже сценарий применили, он был удачный, почему бы его не повторить? И здесь вдруг мы сталкиваемся с какой-то непонятной ситуацией, когда очень длительное время правительство не способно принять какое-то решение, хотя бы то, что было сделано весной и оказалось эффективным. Почему? Всё очень просто. Когда весной, это было совершенно неизвестно, что будет происходить для всех. Да. Зато сейчас осенью те, которые после весеннего, весеннего локдауна потеряли финансово, которые не получили ту поддержку, которую весной обещало правительство, которые реально сейчас уже осенью борются с такими экзистенциальными вопросами финансовыми в семье, они понимают, что они второе это пережить не могут, и они уже больше не доверяют тем, которые обещают, что государство вам поможет. И я думаю, вот в этой ситуации правительство должно было быть ещё более уверенное. А точно наоборот, оно менее уверено, чем весной, и общество менее готово послушать это правительство, чем весной. И в этой ситуации получается какая-то достаточно расхлябанная ситуация. Такие полумеры, полурешения, которые, в общем, никаким образом позитивно не влияют на заболеваемость. И заболеваемость просто зашкаливает. Да, и ещё вот такой момент, который, ну, вроде бы, на господина Каренча, как на опытного политика, и в своё время, мы помним, он был и министром экономики, вот не похоже, почему он так действует. Мы помним понедельник, который был, что меня, наверное, тоже удивило. После заседания коалиции, премьер заговорил впервые о чрезвычайной ситуации, но выяснилось, что этот вопрос на колецовом заседании не обсуждался. Потом во вторник, естественно, 5 часов заседали и тоже не могли принять решение. Но это как-то на господина Каренча не похоже, ведь очевидно, что такие решения нужно готовить с коллегами, чтобы вторник его принять, надо было в понедельник это обсудить. Если в понедельник не обсудили, зачем вторник 5 часов на заседание правительства дискутировали? Что-то вот с точки зрения как-то тактики не складывается. Действительно растерялись, да? Или же, может быть, немножко Каренч потерял в своём авторитете. Всё-таки надо помнить, что авторитет Каренча достаточно виртуальный, потому что было бы нормально, если бы он представлял большую партию в парламенте, то есть с большим весом политическим, и тогда у него есть больше вес, конечно, в коалиции. А сейчас он держится чисто на своём авторитете, потому что он представляет самую маленькую партию в парламенте, и потому у него нет этого политического веса, чтобы свой авторитет подкрепить этим политическим весом. Он очень виртуален. И в этой ситуации он может... В нормальной ситуации, если премьер что-то говорит, все остальные прислушаются. А тот премьер говорит, и тут начинается... Подождите, премьер, но он из маленькой партии. У нас есть своё мнение, у нас есть свои голоса в парламенте. Вот Борденс говорит, а я не согласен. Да, я не согласен. А когда весим количество голосов, Борденс тяжелее, оказывается. У него больше партия. Да, и здесь уже и КПВ, и ЛВ говорят, что мы тоже. У нас министр экономики, и по экономике это очень больно ударит. Министр внутренних дел, у них тоже не всё так просто. Я думаю, что этот момент очень серьёзно действует на эти взаимоотношения между Кариншем и его коллегами по правительству. Нет такого ощущения, что всё, что пока политики часто бывают между собой, пытаясь выяснять, у кого больше вес, что они, в принципе, забыли, как-то небанально звучит об обществе, потому что, ну как, все мы живые люди, мы каждый день читаем вот это количество заболевших и количество умерших. Но ничего позитивного пока мы не видим. Каждый день нарастает, уже по 7 человек умирает в день, и не только, кстати, пожилые, если посмотреть на эту ужасную статистику. И вот люди читают, им дурно становится, и тут, казалось бы, в этот момент они должны услышать, не знаю, из уст премьера, правительства и президента в том числе, какие-то, ну не знаю, не успокоения, да, а слова, что мы возьмём ситуацию под контроль, давайте как-то сплотимся. Может быть, стоило, как весной, уже подключать вот этих лидеров мнений, которые тоже бы сказали, не знаю, там, мойте руки, два метра, маска, наверное, повтор никогда не помешает. Ничего мы этого не видим. Почему? Ведь ситуация действительно очень близка к такой драматической. Не хочется пугать людей, но мы же видим, что ничего хорошего пока нет. Ну да, но тут ещё надо этих лидеров найти, кто был бы вместе с правительством, потому что правительство потеряло свою популярность. Если я позволю себе сравнить ситуацию весной и осенью с популярностью правительства, когда весной сидели всё в локдауне, всё-таки у правительства рейтинг доверия был намного выше, потому что люди, видно, что они соблюдали это. Да. А в этой ситуации они соблюдают, потому что доверяют. Сейчас не доверяют, потому что до конца не соблюдают. Несмотря на то, что соблюдение этих всех мер предосторожности, они важны для их же здоровья. Не правительству или где-то нужно, это каждому из нас нужно. Да. В премьер-правительство давно уже в самоизоляции, скажем так. В правительстве, то что, министры-то найдут место в больнице, а мы ли найдём, это уже другой вопрос. Да, и это, наверное, говорит о том, что всё-таки, а что делать? Нет такого ощущения, что, может быть, в этом случае, не знаю, на первый план должен был выйти президент, у которого, в принципе, мы сейчас не будем анализировать, может быть, в какой-то части общества не очень высокой популярности, но, тем не менее, он достаточно популярная фигура, может быть, ему надо было действовать более активно. Правда, по-моему, две недели тому назад он вышел с таким небольшим заявлением, да, но вот, не знаю, мне кажется, что не хватает как-то эмоций, может быть, я не прав, да, вот всё-таки как-то вот больше нужно обращаться к людям эмоционально. Если я правильно помню, по-моему, мы с вами в этой студии об этом говорили весной. Да. О президенте. Я тогда говорил, правительство сильное, Каринч держит вопрос под контролем, президент может спать спокойно. Да, потому что в тот момент президенту не надо куда-то вмешиваться в дело, в работу правительства, когда всё происходит как надо. Сейчас вот диаметрально противоположная ситуация. Правительство слабо, Каринч не контролирует до конца ситуацию в правительстве, там внутренние склоки, конфликты. Вот это тот момент, когда президент не может спать спокойно. Он должен не раз в две недели что-то сказать, он должен серьёзно подключиться. И тут можно даже к примеру привести, когда в ситуации, в самый тяжёлый момент кризиса 2008 или 2009, когда Затлер сам созвал кабинет министров. Может быть, этот момент и есть, когда президент должен использовать своё право созвать кабинет министров с одним вопросом на повестке дня. Что мы делаем с вот этой эпидемией? А не просто там что-то поговорить и потом спокойно уйти как бы в тень. Совершенно справедливо. Я ещё помню, вот этот 2009 год Затлер собрал все фракции Сейма. Они подписали какой-то там меморандум, чтобы, несмотря на политические распри, чтобы хотя бы в главном как-то объединиться. Вот и потом я помню, но это была другая история, но в 2012 году накануне этого очень неоднозначного языкового референдума Берзиндж тогда президент тоже собирал разные политические силы за общим столом. Они тоже подписали какой-то меморандум о сплочении общества и так далее. Но сейчас, по-моему, тоже настал такой момент, что может быть стоит и Сейм тоже собрать, по крайней мере, так сказать, виртуально как-то с учётом ситуации и сказать, что, ребята, да, есть политика, есть оппозиция, есть там правящая коалиция, но есть какие-то базовые принципы. В том-то и дело, и главное, это разница с тем временам, тогда говорили об экономических моментах. Одного затрагивало, другого не затрагивало. Там было разное. А здесь идёт речь о жизни, о здоровье людей. И, ну, это зловещая статистика. А сегодня умерло столько. Если мы посмотрим на свою жизнь год назад, когда мы помним вот такую статистику, чтобы заболеваемость и вот количество смертей в день появлялось в СМИ. Мы понимаем, что люди рождаются и умирают, да, это понятно. Но чтобы такое, как вести с фронта, нам фактически каждый день мы ждём вот эти вести с фронта. Очень похоже, как на украинской войне. Там, где всё время, вот сегодня на фронте погибло столько человек. Там 3, 4, 5, 7, 10, 20. У нас тут точно такие же вести с фронта. И в этой ситуации, я думаю, что правительство и президент не могут, и в парламент они не могут отмалчиваться. Филипп Раевский у нас в студии. Привёмся буквально пару минут, не переключайте. Ещё раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем. Работы приём в эфире. Филипп Раевский у нас в студии. Политолог. Мы, конечно, обсуждаем вот эту такую политическую составляющую и не только пандемии. Всё-таки есть такой, может быть, психологический момент, не политический. Ведь если весной, когда вводилась чрезвычайная ситуация, в принципе, все понимали, мы ещё мало знали о вирусе, но, в принципе, все врачи в один голос говорили, что, скорее всего, летом вирус не будет такой активный. Да, полностью он не уйдёт, но вот такой заболеваемости не будет. И когда вводилась чрезвычайная ситуация, ну, все понимали, что в худшем случае до начала июля, даже раньше, там, 6 или 8 июня всё прекратилось, чрезвычайная ситуация. Сейчас, наверное, психологически довольно сложно, поскольку мы действительно понимаем, что до лета далеко. И сколько можно людей держать вот, ну, как бы, на такой самоизоляции в этих ограничениях. Может быть, с этим связано ещё вот медлительность принятия решения? Потому что, ну, хорошо, сейчас, говорят нам, если будет чрезвычайная ситуация, на 3 недели. Ну, и что? Ну, мы же понимаем, что, видимо, через 3 недели чудо не произойдёт, вакцины не появятся. То есть... И да, поэтому, скорее всего, она будет и продлевать, и продлевать, да? Конечно. Конечно, пока не уменьшится эта заболеваемость. И мы полностью не разорвём эту цепочку. Да, это будет всё происходить дальше. И тут этот момент. Те, которые громче всего кричат против этих всех ограничений и чрезвычайной ситуации, те же самые люди, которые громче кричат, что маски не надо надевать, и прививки против гриппа не надо делать. Ну, хорошо, это неактуально. У нас, оказывается, и прививок нету против гриппа. Прививок нет, тебе даже нет соблазна. Да, да. И в этой ситуации это и есть самое патологическое. Ну, чем мы больше будем орать, что не надо маски, не надо мыть руки, всё у нас будет происходить по-старому, тем дольше мы будем торчать дома в самоизоляции. Это чёткая корреляция. Ну, самое ещё интересное, что действительно ведь было лето, и можно было чуть-чуть подготовиться. Я не хочу сейчас там бросать во всех камни, но ведь на самом деле, почему сейчас в пожарном порядке ищут быстренько, где бы можно было сделать кое-какое место? Мне кажется, что какой-то план на случай кризиса должен был летом быть разработан. Ну, так мне представляется. Ну, то есть, если мы смотрим за последние две недели, то у нас 250 мест, то у нас 330 мест, то у нас 550, потом появилось полторы тысячи. Так и неясно. И сам же пример в этой же злосчастном интервью в журнале ИР, о котором висел конфликт в правительстве, сам указывает, что в конце концов даже премьер не знает, сколько у нас, сколько мест. Но если премьер не знает, значит, министр не знает. А кто же знает в этом государстве, что там происходит? И это, я думаю, вторая часть этой болезненной истории, что, конечно, мы всё время можем говорить, что мы хотим в системе здравоохранения, но есть две вещи. Одно – это ясно, что система здравоохранения, она должна быть финансирована нормально, особенно во время кризиса. С другой стороны, что очень важно, всё-таки надо понять, кто знает, что происходит в этой системе. То, что я понимаю, что правительство и министерство до конца не понимают. Деньги туда вкладываются, а что там происходит, по-моему, там, понимают точно, не люди из Министерства здравоохранения. Совершенно точно. И тут ещё несколько аспектов. Это ещё было очень давно, когда первый кризис был экономически тяжёлый, когда взяли и сократили первую больницу в качестве вот этой больницы предложенной помощи. И без всякой пандемии специалисты говорили, что нельзя вот в столице оставлять всего две клиники, Страдене и Галязас не оставлять в центре старейшую больницу с коллективом и так далее. Ну, сейчас хорошо, что хотя бы её сохранили как такой дневной стационар, но, видимо, возможно, стоило бы вернуться к тому, чтобы её сделать круглосуточно, а не пытаться при всём уважении Гулбана, пытаться, так сказать, в Гулбана или в Цессисе сделать суперпрофессиональный ковидный центр. Но это мне тоже кажется несерьёзно, где взять такое количество специалистов. Профессиональный центр может быть там, где много пациентов. В Гулбана никогда не будет столько пациентов, сколько в Риге. Слава Богу, что эту больницу хоть не продали или не приватизировали, как там были в тот момент на повестке дня, а давайте вообще её закроем и на месте этого я не знаю, что там построим. Хотя, если там больница, я думаю, из дневного стационара в нормальный стационар, можно его достаточно быстро переделать, чем, например, просто создать с нуля больницу. Так что я думаю, что тут однозначно есть о чём поразмышлять, но тут вопрос, кто и о чём размышляет в этом контексте. И вообще мне такое впечатление создало, что то ли эпидемиологи уже так запуганы, но даже вот когда вот это было одно из таких заседаний правительства, последних, которого было открыто, господин Каравич говорит, вот вы сказали, что там, не знаю, вместе нельзя собираться, так сказать, 300 человек, может собираться 100 человек. Он говорит, я никак не могу понять. А что 100, это не опасно? Это как бы, ну, в этом действительно какой-то вопрос возникает, да? И, казалось бы, в этот момент эпидемиологи должны были как-то объяснить. У меня такое ощущение, что эпидемиологи, видя вот все эти, так сказать, Минздрав не знает, что делать, премьер не знает, они сами как-то растерялись и говорят, ну, это политический вопрос, вы там сами как-то решайте. Я, насколько я понимаю, и я то, что слышу, что говорят эпидемиологи, они говорят достаточно чётко, что не всё известно об этом вирусе. То есть, ничего не известно практически. Да. То есть, известно очень мало. Они говорят, может быть такой сценарий, может быть эдакий сценарий, но эпидемиологи никогда не будут теми, кто будут на себя брать политическую ответственность за решение. Это надо понимать. Для этого есть политик. Конечно, для этого есть политик. Политик должен выслушать эпидемиолога, потом послушать своё чутьё политическое и взять на себя ответственность и принять решение. Это очень точно. И не может быть ситуации, что правительство говорит, как эпидемиологи скажут, так мы принимаем решение. То есть, пусть эпидемиологи принимают политические решения, а не политики. Когда вчера на телевидении, по-моему, Уга Думписа постоянно спрашивали, так вы бы проголосовали за чрезвычайную ситуацию? Он говорит, слушайте, я бы проголосовал за любые ограничительные меры. Но как это назвать, это юридический вопрос. Он не ко мне. В принципе, он абсолютно прав. Но почему он должен за правительство решать, какой юридический механизм использует? Для этого есть министры, у них портфель министров и доверие парламента. Парламент избран обществом. То есть, голосами. Уга Думпис, он сотрудник, он профессор, но он не политик. И не надо от него просить политических решений. Политических решений. Вот есть ли у тебя объяснение, когда мы смотрим на эти рейтинги, ну политические, фактически с весны. И может быть, для многих есть такая непонятная вещь, что, казалось бы, если весной правительство сработало хорошо, и все хвалили Калича, даже его оппоненты, даже и оппозиция так ушел, если на него не наезжала. Казалось бы, что рейтинги, не знаю, там, нового единства, вообще всех правящих партий, ну, не знаю, может быть, КПВЛВ у них там свои проблемы внутренние, да, должен был расти. Но мы не видели особенного роста. Нельзя сказать, что они падали. Но вот так они колебались на уровне 6-7%. У нас не публикуются, но они все время делаются рейтинги министров. И они отображали. Не всегда министерские рейтинги министров и политиков. Все-таки здесь больше отображало именно министров. Да, конечно, дееспособность. Ну, конечно, весной об этом можно было, партии могли жалеть, потому что там, например, у Каринша был очень высокий рейтинг, доверия у единства не было. В этой ситуации, я думаю, рейтинг Каринша и всех остальных министров очень серьезно подсел из-за этой неразберихии и субурной деятельности правительства. Тут партии могут только радоваться, что их не в жесткой связи с рейтингами министров. Если мы говорим о новой Рижской думе, которая приступила к работе, ну, понятно, что еще нет 100 дней, вроде бы особенно нельзя их оценивать, но мне кажется, что и эти новые политики, наверное, это естественно, как-то растерялись. И кроме того, что там они поделили посты, увлеклись этим процессом, по-моему, на три недели, пока выбирали всех этих зампредов еще и советников и так далее. Но вот создалось такое ощущение, что вот они много говорили о вот этих необходимых изменениях, но пока нет, по-моему, четкой ориентира, что дальше делать в Риге тоже, мне кажется, у новых депутатов. Ну, одно, что я могу сказать, что хорошо, они пришли ко власти очень с таким революционным настроением, что значит, давайте всех уволим, разогоним и все, начнем с белой страницы. И это меня очень пугало, потому что нет ничего проще, чем разогнать всех. Потом очень трудно создать новую команду, дееспособную и как бы инициировать процесс. Ну, слава богу, они этого не сделали, это уже хорошо. Я думаю, ну, конечно, им надо время для того, чтобы вработаться и понять, но надо помнить, что никто из тех людей, которые избраны, не имеют опыта работы в позиции в Риге. То есть, они… Точно, даже те, кто имеет опыт работы в Рижской Думе, они работали в оппозиции. Они были оппозиционеры, они ничего, их же держали на диете жесткой информационной, и я думаю, что это нормально, что им надо какое-то время, чтобы осознать, потому что 10 лет, как бы 10-летний вакуум знаний и информации это действует. Но как это будет происходить дальше, ну, я все-таки думаю, вот все говорили громко, говорили о том, что вот первое, что надо сделать, это создать бюджет. Я хотел бы обратить внимание, что когда вы последний раз слышали слово «бюджет» города Риги. Да, я чуть не сказал генеральный. После выборов ни разу. Ни разу. Тишина. А бюджета надо создать. Потому что, если мы смотрим, логично, у нас есть повестка дня парламента. Если я помню правильно, парламент объявил, что бюджет будет принят 23-25 ноября. То есть, в конце ноября мы имеем бюджет государства. То есть, с этого момента включается счетчик, отсчет времени принятия бюджета самоуправлений. То есть, они должны с 23-25 ноября до 1-го января принять решение все по бюджету. Это будет сложно, особенно с учетом удаленной всей этой работы. И еще с учетом того, что мы не слышим, что уже происходит какие-то работы. Потому что, в основном, они уже могли создать бюджет. Там есть нюансы, но в основном бюджет изрезан. По крайней мере, получение чиновникам департамента финансового администрации. Ничего по этому поводу не слышим. Не слышим. Может быть, это происходит так тихо, но мы не знаем. Зато мы слышим, что уже, что называется, первый пошел. Да, вот этот Малис Мичелевский, о котором, вполне возможно, многие избиратели не подозревали, но не был он самой заметной фигурой. Предвыборная кампания всегда был заметен. Он же второй раз избран, и он был очень заметен. Его предвыборная кампания, особенно мне нравилась, когда он сидел в этой яме с сигарой. Это было, конечно, китч. Это креативно. Вы очень креативно. Ну, вот теперь еще один креативный ход. Он вышел из партии, из фракции «Латвия с Атой Стибой». Что это вообще? Это какие-то просто очередные какие-то внутренние разборки, разногласия в «Латвии с Атой Стибой» или это действительно уже первая ласточка? Почему я спрашиваю? Поскольку, с одной стороны, когда большая коалиция, 39, мы все говорим, о, такая стабильная коалиция. С другой стороны, чем больше там партий, а ведь там, по-моему, 7 или 8 партий внутри. Там же еще объединение и так далее. Плюс еще независимые эти городские активисты, которые вообще беспартийные. И там не так все просто. Ну, в первую очередь, он не ушел из коалиции, он ушел из одной партии. Да, он ушел из... Даже не из фракции, он ушел из партии «Атой Стибой», и он был когда-то членом правления, он не переизбран. То есть, он ушел из партии. То есть, из фракции он никуда еще не уходил. Еще не уходил. Потому что, если я хотел бы напомнить, в этой партии еще есть партия «Пар», и там еще партия «Прогрессивная». То есть, он может уйти из одной партии и примкнуть к другой партии, и оставаясь в той же фракции. Мне еще сказать, что там есть такая партия из «Ауксмая», просто там никого от нее не избрали, но формально там объединение четырех. Вы можете себе представить, кто это знает? Если не избрали, я думал, значит, их нет. Их мы не берем в учет. Он сказал, что он мэра поддерживает, так что я думаю, что он или к пар, или к прогрессивным примет, и там как бы коалиции не меняются. Коалиция количественно не меняется, я думаю, что он-то в этой же коалиции, но я думаю, что внутренние изменения тяжести партии, это, конечно, влияет. А от ИСТБ и так нельзя сказать, что с большим количеством мандатов. То есть, у них были три мандата, теперь только два мандата осталось. И это, конечно, ситуация для от ИСТБ достаточно неприятная, потому что, если мы сравним моим от ИСТБ, сейчас с той от ИСТБ, которая была в оппозиции, это была большая фракция, там много людей, сейчас это два человека только от этой партии. И я думаю, что это они чувствуют… Это тоже не очень хорошо, да. Мэрот – движение пар. Движение пар. Да, и для Мэрота он понимает, что он особо с ними может не считаться. Если ты имеешь два голоса из 39, там очень трудно быть услышанным. Самое количество. Что вот эта коалиция работы их буксует. Да, вот мы уже говорим, что бюджета нет. Ну, вот только красиво сели, должности распределили и дальше ничего. Может быть, это тоже какой-то шанс для оппозиции, не знаю, для того же согласия сказать, о, ребята, смотрите, вот как мы работали и как они. Или это пока об этом говорить нельзя? Я думаю, слишком рано об этом говорить, особенно согласие у них там свои внутренние проблемы. То есть, я так понимаю, что бизнес еще не разрешен, да? Да, да, я думаю, что они не разрешены. Но для ГАКР, вот сказал, вот Рига, это, я думаю, опять же, момент возможности, потому что чем появляются какие-то трещины в коалиции, тем все будут обращать внимание, а может быть, надо говорить с прагматичной И весьма профессиональной фракцией. И профессиональной оппозицией. Там, по крайней мере, из пяти человек, ну, четырех огромадный опыт работы. И один сейчас, если я хотел бы напомнить, один все-таки зам в комитете. Они все-таки получили. Да, господин Баштык, это что показывает, что они приемливая оппозиция, с которой как бы не брезгует никто говорить. То есть, в какой-то момент у коалиции может быть даже не 39 голосов, а еще больше по каким-то вопросам. Я бы напомнил, как голосовали за мэра, за мэра проголосовали не только коалиция, плюс ГАКР, плюс Русский Союз. Да. И Русский Союз тоже решил не сжигать мосты. Да. Хотя казалось бы, что они точно обречены. Единственное, кто сжег в согласии. Потому, я думаю, у ГАКР самые большие возможности. Может быть, такой последний вопрос, конечно, еще время покажет. У согласия есть вообще шанс на, как это сказать, ну, не брендинг, может быть, не то слово, есть шанс на какое-то, не знаю, возрождение. Даже после всего, после того, как вы выкинули, скажем так, Домбровского и Швецову, ну, Папула ушла сама, вот есть шанс? Или каждая партия вот после 10-12 лет вот на активной политической сцене обречена на такое? 20 лет. Да, если взять, конечно, всю историю. Да, согласен. Ну, просто последние 10 лет они были у власти в Риге. Я думаю, что шанс всегда есть, но этот шанс всегда связан с очень кардинальными изменениями в партии. А насколько они готовы к кардинальным изменениям, пока что я... Даже несмотря на такой большой опыт у Бадовича, да? Ну, в том-то и дело, что я думаю, что они не готовы к кардинальным изменениям и лидерского состава, и вообще своего отношения к ситуации, потому что все еще имеют места в парламенте, сидят комфортно. Я думаю, что серьезно об этом можно будет говорить, если они вот, рейтинги будут продолжать падать, я хотел показать, что рейтинг упал, ну, где-то около 10 у них рейтингов, он низкий. Для согласия это самые низкие рейтинги, все время показывают какие-то рекордно низкие рейтинги. И будет приближаться парламентский выбор, который через два года, тогда, конечно, мы можем ожидать серьезные изменения, потому что те, которые сейчас сидят в парламенте, они понимают, что многих из них там не будет в следующем. И это тоже создает нервозную ситуацию. Я думаю, что очень будет такая проверка, конечно, пока же ситуация муниципальной выборы, особенно вот в тех регионах, где традиционно у согласия все было хорошо. Да. Поэтому это тоже, наверное, будет такой сигнал к необходимости перемен. Конечно, конечно. Перепроездка у нас был в студии, большое спасибо. И здесь. Ну? Смотрите,ₐ. Ну?